Хоузе, это 20-минутное шоу, давай набухаемся! Да, Хоузе! Да, да, где шотики? И только потом на меня дошло, что я-то старпёр на весенних каникулах. Я прямо супергерой, начал. Что ты думаешь про моего друга Дина Томаса? Вы прямо как Лоренц Аравийский, сэр. Этого я и хотел. Он же тоже был 167, полный мышцепасты. Но я сказал Мэтту, сэре, что тот, кто выиграет бой, получит свой шанс. Погнали! Он вынес его в первом раунде и сделал это красиво. Ты в UFC! Эй, я президент UFC Дэна Уайт. И мы всегда ищем восходящие таланты для подписания. В своё время я колесил по всему миру в поисках талантов. Но в последние годы не делал этого. Но теперь я вернулся к этому, я ищу бойцов, и мне составляют компанию два крутейших парня. Мэтт Сэрэ – это победитель шоу The Ultimate Fighter, и также он был чемпионом в полусреднем весе UFC. А сейчас он тренирует одних из лучших бойцов у себя в зале на Лонг-Айленде. Дин Томас – это бывший боец UFC. Он участвовал в четвёртом сезоне The Ultimate Fighter вместе с Мэттом Сэрэй. Он побеждал крутейших парней – Сэру, Гуиду, Полвара. Сейчас он работает в American Top Team, и у него чёрный пояс по бразильскому джиу-джитсу. И с ним можно как следует поугарать. Мы посещаем лучшие рестораны, крутейшие места, мы веселимся, а затем едем и смотрим поединки. Я ищу следующую Ронду Роузи, следующего Робби Лоулера, следующего Конора Макгрегора. Я ищу будущих чемпионов. И я готов полететь на любое шоу в любой точке мира, чтобы найти их. В этом выпуске мы летим в Мэмфис, Теннесси. Мы втроём будем учиться играть блюз, будем готовить курицу, затем попробуем себя в рестлинге с Джерри Королём Лоулером, и в конце нас ждёт обалденный карт от промоушена B3 Fights. Я очень люблю Мэмфис. Это весёлый город, там куча вкусной еды, много крутых развлекательных мест, и в том числе на Билл-стрит можно здорово провести время. Мне очень понравился этот город. Всё такое цветное, очень ярко ночью. Там есть всё, что душе угодно. Очень много баров, ресторанов, кафешек, людей, в том числе чёрных, так что я чувствовал себя комфортно, и мне очень понравилось на Билл-стрит. Да, мы на тебя поглядываем, Дин Томас. Слушай, я тебе вот что скажу. Я нравлюсь милым негритяночкам, рубаешь? Мы прогуливаемся, осматриваемся, и видим чуваков, которые крутят сальто на этой улице. Сколько ты максимум делал? 25 где-то. 25? Я сказал, что дам ему 300 долларов, если он сделает двадцатку. Охренеть! Это было очень круто. Затем эти чуваки сказали, чтобы я, Мэтт и Дин встали стеночкой и через нас крутанут сальто. Я конкретно нервничал, потому что, глядя на этих чуваков, по одному было видно, что он в форме, а вот по второму не скажешь, что он способен делать сальто, так что мне пришлось поверить ему на слово. Ты уверен в этом? Нет. Ты просто глянь, этот чувак в джинсах. Этот чувак был в таких же джинсах, как Уилл Смит в сериале «Принц из Беверли Хиллз». Я влез в центр, потому что ты не хочешь быть в начале и уж точно не хочешь быть в конце, так что у меня было лучшее место. Да, Дин, Томас. Я хочу прокатиться на карете. А тут лошади есть. Да, я думаю, мы найдем. Ой, только глянь. Короче, в итоге мы оказались в карете, потому что мы с Мэттом, и я не знаю, как так выходит, но всегда, когда мы тусуемся, рано или поздно у нас настаёт бромантичный момент. Медовый носик. Это их фишка, которую они постоянно исполняют. На мне плевать, я в себе уверен. Я могу спокойно покататься в карете с приятелем. Здравствуйте. Не надо нас осуждать. Всё в порядке. Как вы? Теперь чёрные меня не признают. Мы были как в Золушке. Сидели в карете, катались. Нашу лошадь звали Картошечка Фри. Картошечка Фри. Да, Картошечка Фри. Да чёрт возьми, ты всё пиво разлил. Это не я. А кто тогда? Это лошадь. Это всё лошадь. Ты чё, издеваешься? Да лошадь виновата. Слушай, ты можешь уже выпить своё пиво? Тут же всего одна лошадиная сила. Вы чего? Так, шеф, давай-ка я буду отвечать за шутки. Окей, не отвлекайся. А то ещё сейчас воткнёмся куда-нибудь. Кто следит за дорогой, тот... Картошечка Фри. А, окей. Это был клёвый момент, который сблизил нас с Мэттом ещё сильнее. Надо только вернуться поскорее, пока карета не превратилась в тыкву. В общем, мы познакомились с блюз-исполнителем по имени Эрик Хьюз, и он играл на блюз, рассказывал историю блюза, и также попытался научить нас писать песни в стиле блюз. Здравствуй, Дэнн, я Эрик, очень приятно. У него были разные гитары, в том числе золотая гитара, затем он дал мне деревянную, суперлёгкую гитару, я подумал, что это какая-то дешевизна, но вообще он был очень хорош в своём деле, мне реально это понравилось, и мы здорово поучились у него. Как вообще начать писать песню? Ну, конкретно про вашу жизнь, про то, чем вы занимаетесь, можно выдать что-то типа... Прямиком на мат, сложу как автомат, два пальца об асфальт, положу на мат. Ну, знаешь, в таком духе. Он мне нравится, так и оставим. Прямиком на мат, сложу как автомат. Это может быть припев. Мэтт, жирный отврат. Чего? Это почему тут вообще? Это не относится к истории. В общем, спасибо, что уделили нам сегодня время и уделите завтра, я думаю, мы пойдём и напишем отстойные песни, которые испортят вам репутацию. Да, мы хотим заранее извиниться перед вами. Именно, но мы были рады познакомиться, спасибо большое. Взаимно, мужики, хорошо повеселились. Рад знакомству. Да, я тоже, дайте-ка отдам вам гитару. Рестлинг дико популярен в Мемфисе. Я, конечно, немного посматривал рестлинг, но это было очень давно, во времена Тони Эдлеса и Джимми Суперфлайа Снукера и подобных чуваков. Главная звезда из Мемфиса – это Джерри Король Лога. И прилетев в Мемфис, мы согласились провести матч по рестлингу, но сначала нам нужно было подготовиться. Пусть эти парни учатся всему, а я буду их отбитым менеджером. В общем, нам предстояло учиться рестлингу. Я готов, тренер. В общем, нам показывали, можно сказать, основы профессионального рестлинга. Что делать, что не делать, как правильно это делать. В общем, все это странно, мужик. Захват мы закрываем с хлопком, чтобы люди услышали его. Да, сэр и пытался научиться бить, как в прорестлинге, и почему-то у него это никак не выходило. Тебе приходится бить неправильно. Ты не можешь ударить с правильной техникой, ты не можешь ударить так, как в настоящем поединке, потому что это все просто театр. Я не понимаю, что от меня требуется. Покажи ему удар, в который поверит публика. Только не показывай на мне, покажи на Дине. Хватаешь его за шею, так. И затем замахиваешься, и типа бьешь. Во, так понятней. Ты уже 30 минут тут всех мучаешь. Мой фейковый удар был намного лучше, чем его фейковый удар. Мы с Мэттом занимались тем, что избивали своих оппонентов. А в рестлинге важно защищать своего партнера. И мы пытаемся все это усвоить. Он показывает намазы рестлинга. И втаскивает мне прямо по губе. Чертов Джерри Лоллер. Итак, ребят, помимо того, что я пытаюсь вас научить и показать, чего ждать от матча по рестлингу, мы также хотели бы немного раскрыть вашу историю и показать, что вы, ребят, бились, соперничали друг с другом. Вы не будете друзьями, вы будете по разной стороны. Но с этим я уже разберусь. Тут притворяться не придется. Когда он тебя снесет, ты не торопись, отдай ему время, чтобы он пошел ко второму оппоненту, снес его, и ты к тому моменту встанешь. Ты сверху на него, и теперь Дэна, да. Да, вот так. Далее залетает Мария. Итак, Дэна, тут ты встаешь и делаешь вид, что ты не понимаешь, что происходит, что она делает. Лучше всего публика знаешь, на что отреагирует? На плечо. Понял, сделаем. У нас была одна минута. Ладно, чуть подольше было. У нас был один час, чтобы научиться основам рестлинга. А эти-то, ребята, поскольку шоу в неделю, в день отрабатывают, конечно, они говорят, как все это пройдет, и для них это не проблема. Мы собираемся избить бойцов UFC. Ну что, вы готовы? Леди и джентльмены, поприветствуйте Дэну Уайта. Итак, мы выступали с рестлерами Дереком Кингом, Марией Стар и Дастином Стар. И, в общем, Джерри Лоулер разделил нас на команды. Я был менеджером Мэтта и Дерека, а она была менеджером Дина и Дастина. В общем, мы с Дином Томасом боролись с этими чуваками, боролись друг с другом, уходили, выходили, втыкали людей. Роль Дэна в этом поединке была стоять и нести всякую чушь. Заткнись! И он с ней справился. Эй, вали в свой угол и заткнись! В общем, мы с Дином Томасом замышлялось, что я должен повалить его, поконтролировать, забрать спину, прижать канатом, и в итоге мы не сделали ничего из того, что готовили. В один момент мы разошлись, и я такой, что мы делаем? Я смотрю на Мэтта и не понимаю, что происходит. В один момент кто-то из публики кричит, я не хочу смотреть настоящий бой! Дину и Мэтту нужно было запомнить сценарий рестлинга, когда им выходить, когда атаковать, а времени на это было не очень много, так что, учитывая все это, у них все здорово получилось. У меня была самая простая роль, мне нужно было барагозить с их менеджером, «А ну-ка, пошла отсюда! Вали отсюда! Тебе тут не место!» Орать на нее! И на этом все. У меня была простейшая задача. И затем в конце, где я нарушаю правила, чтобы мои парни победили, она запрыгивает мне на спину, и начинается дичь. «Было весело, я хорошо провел время». «Было весело, я хорошо провел время». Потому что их артистизм, то, как они ставят эту хореографию, то, как они ставят эти поединки, как они взаимодействуют с публикой, вовлекают публику, то, как они рассказывают историю, это все очень здорово работает. Это было круто, все здорово себя показали, особенно если учесть, сколько времени у парней было на обучение. Когда Дин Томас поднял тебя и перевернул, это было обалденно. Это было очень круто, Дин. Это было весело. Не разгоняйся, нам еще блюз петь сегодня. Да я уже не так волнуюсь из-за блюза, хуже ведь по-любому не будет. Когда ты исполняешь блюз, ты должен лично проникаться им, так что я решил добавить туда частичку себя, частичку своей личности, и я решил сам написать песню. Серьезно написал? Дай гляну. Полегче, Лил Уэйн. Нам же не обязательно эту фигню писать, нет? Как обычно, в общем, я решил всех обмануть. Он такой, блин, плевать, просто сделал пару звонков. В итоге мне написал песню Герри Кларк Джуниор. Так, короче, мне песню написал чувак, который писал музыку для Муаны. К слову, я так и школу закончил. Да? Мне нравится. Не знаю, удастся ли мне нормально выступить там, но сейчас она мне вкатывает. Есть лишь две причины, по которой ты выходишь и поешь перед публикой. Ты либо дико талантливый, либо ты отшибленный баран. Здравствуй, Мемфис. Адам Хантер с подкаста ММА Роустед. Он написал мне неплохие строчки. Меня зовут Мэтт Сера. И мой вкатывает блюз. Потому что я низкий, пухленький и лысый. И меня побеждал Мэтт Хьюз. Ну, как вам? Как вам? Спасибо. Спасибо. Дальше Дин Томас выходит. Поприветствуем. Слезы льются ручьем. Когда упиваюсь пивком. Да, вы знаете о чем я. Я отъел себе живот. И это только за последний чертов год. И такой вот мой блюз. Такой вот мой блюз. И сейчас будет в два раза хуже, когда Дэна Уайтеда выйдет. Давайте вам приветствуем его. Я переживал за Дэну, потому что я знал, что он никому не любит уступать. Я не люблю петь. Я не люблю караоке. Я не пою в душе. Я нигде не пою. Этот работает, нет? Уже облажался. Что сказал врач? В день, когда я родился. Что сказал врач? В день, когда я родился. Ощущения были, будто ты секундируешь бойца. И у него дико тяжелый первый раунд. Его бьют, он паникует. Мы с Дином переживали за него. Я плохой человек. Братан Кляйнен просто умирает. И тут он начал набирать обороты. Начал набирать уверенность. Я прилетел в Мемфис в поисках золейшего бойца. Спасибо вам огромное, ребят. Мы фуфло. Давай, на поклон. Спасибо всем большое. Простите, что вам пришлось терпеть это. Простите нас. Изначально, направляясь сюда, в наших планах было посетить детский госпиталь Сент-Джутс. Мы привезли много вещей с UFC-символикой, чтобы раздать качество подарков. И, естественно, я хотел сделать пожертвование. И они нам отказали. Они не пустили нас. Они не хотели ассоциироваться с UFC. Так что, в итоге, мы поехали в благотворительную организацию Мемфиса. Они помогают детям из бедных районов, уводят их с улиц. Мы с Мэттом направились в компанию «Джив». Наша компания «Джив» специализируется на помощи молодым людям. И мы существуем с 2003 года. Наша программа представляет собой 16 недель работы с молодыми ребятами, в процессе которых мы объясняем им вред состояния в бандитских группировках, мы говорим о здоровье, об их способностях. В общем, нам провели небольшой тур по этому месту. В целом, оно выглядит неплохо для молодых ребят. Мы поиграли с одним париком в аэрохоккей, он меня втащил. В целом, приятное такое заведение. Я смотрю на этих ребят и понимаю, что они того же возраста, что и мой сын. Я знаю статистику среди темных молодых пацанов. Каждый третий из этих парней рано или поздно окажется в тюрьме. И я вижу, что они немного остерегаются, не доверяют нам, они не доверяют мне. И меня это, честно говоря, немного сбивало с толку. Я просто не мог к ним втереться в доверие за такое короткое время. И я бы очень хотел, чтобы у меня было побольше времени, чтобы пообщаться с этими ребятами, познакомиться с ними и чем-то помочь им. Знаете, что UFC собирается сделать пожертвование в размере 10 тысяч долларов? Вау, здорово, спасибо, спасибо вам большое. И также Дэна Уайт лично хочет выписать чек в размере 10 тысяч долларов, так что получается 20 тысяч. Так что... Мы с первых дней существования занимаемся благотворительностью, и... Да, это было очень странно, то, что нас отвергли в Сент-Джутсе. Нашу помощь детям отвергли. Далее мы направились в легендарнейшее место в Мемфисе под названием Гассес Фрайд Чикен. Хозяйку зовут Уэнди, она нас отлично встретила. Давно вы работаете? Именно на этой точке мы открыты с 2001 года, но рецепт существует с 1953-го. Давайте приготовим курочки. Малюсенькая кухня, в целом малюсенькое заведение, но место битком, огромная очередь, и... они показали нам, как готовят курицу. Итак, давайте приготовим знаменитую Гассовскую курицу в кляре. Мы обваливаем каждый кусочек по отдельности, при этом курица максимально свежая, натуральная, никаких куриц-переростков. Используем лишь те продукты, которые я бы дала своему ребенку. Хотите попробовать? Давайте, лучше возьмите вот это. Там дико жарко, адски жарко. Еще масло брызжет из этих фритюров, где курица жарится. Сколько раз вы обжигались этим маслом? Да, вот я об этом же. Я вижу. Я с такой смелостью к этой штуке не хочу подходить, как этот парень. Да вы чего, ожоги сходят. Они же сходят. Да, скажите это ему. Эй, паренек, мне кажется, тебя обманули. Они никогда не сойдут. Эти пацанчики на кухне чуть ли не жонглировали курочку. Переворачивали ее. Готовы попробовать? Я уже ждал, когда вы спросите. Окей, приступим. Я не большой любитель курицы, но я думаю, это, наверное, лучшая курица в кляре, которую я когда-либо пробовал. Знаете, у меня с курочкой особенные отношения. Какие такие? Я обожаю. Ты серьезно? Да, то же самое, что у тебя с пиццей. Хорошая курочка отличается хорошей кожей. Она должна быть хрустящей, соленой, а когда ты добираешься до мяса, она должна быть сочным. И здесь все это есть. Ё-моё. Мне кажется, я только что наткнулся на джекпот, только гляньте на этот кусочек. Это лучшая курица, которую я когда-либо ел. Да, я соглашусь с этим. Простите, что так много салфеток использовал. Три использовал для рук, а остальные для головы. Не буду врать, я немного неаккуратно ем. Мэтт, это самый неряшливый чувак, которого я видел за столом. Это не значит, что я жру как свинья, просто я использую много салфеток. Какого черта только я сижу и таю? Какого черта? Мы сидим, блин, и едим одно и то же, и посмотрите, я теку как этот. Что за дела? Курочка была острой, так что я вспотел. Я вообще постоянно конкретно потею. Я не сильно хотел пирог, но я его заказал, просто чтобы попробовать. Я съел одну ложечку, Мэтт у меня его забрал и начал точить мой пирог. Единственное, что не очень, это то, что тут слюни Дина, а в остальном пирог очень вкусный. Через минуту я смотрю, у него пирог на руке, вот тут вот где-то. Он просто самый неряшливый идук из всех, что я видел. Что ты там говорил про детское меню? Извините, можно мне, пожалуйста, детское меню? Ладно, погнали. Что нас будет ждать? Вещай, босс. В первом поединке Карда бьется девушка, по имени Полин. Она вместе с Рондой выступала в дзюдо. А, окей. Она 8 лет провела в олимпийской сборной. Дзюдо жесткий спорт. А, девчонка жесткая будет. У ее оппонентки рекорд 0-2, у нее 0-0. Так что я хочу прийти к первому бою, чтобы посмотреть на нее. Что за Дэнни Шелл? Он выглядит как одноклассник Рэя Лонга. Он как Бас Рутон выглядит. Кризис среднего возраста. Он бьется с неопытным пареньком, который мог бы учиться в классе с его сыном. Но посмотрим. Здрасте, мистер Шелл. Рад, рад вас видеть. Помните, вы меня недавно захреначили? Забили меня, чертям собачьим. Ладно, дальше двигаемся. Что интересно в этом бою? У нас Джонатан Джексон. Парень с рекордом 3-0, ему 30 лет. И он бьется с Бобби Мофеттом с рекордом 11-3. Почему они бы поставили парня с рекордом 3-0 против парня с рекордом 11-3? Может, этот парень суперкрут или что-то? И самый интересный для нас бой, это мейн-эвент. Джозеф Ларри, он непобежденный, рекорд 7-0, против Зака Фира, 9-2. Я вот думаю, если он выиграет и будет не против побиться в ближайшее время, я бы поставил его в последний эпизод Контендер Сириес. Поехали смотреть бои. Да! Да! И все опять в шоколаде. Смотри, какой ты свин. Да мне так его и принесли. Поверни. Ничего. Видишь? Все чисто. Вот так поверни. Сейчас мы его увезем и скупаем перед боями. Блин, еще проблема в том, что единственный, кто сидел на этой стороне. Мне даже свалить-то, блин, не на кого. Я должен был присутствовать на первом поединке. Билась моя подруга Полин. Она бывшая одноклубница Рон де Роузи, и это был ее профессиональный дебют. Окей, начинаем. Сейчас она переедет ее своим дзюдо. Оп, и сейчас выход на армбар. Смотри за рукой. Видно, что у нее очень серьезная база дзюдо, и когда она вышла на необходимую позицию, она показала, какой опасной может быть. Я бы посоветовал ей подтянуть стойку, и думаю, что мы еще увидим ее. Она выиграла в первом раунде болевым приемом, и это, несомненно, напомнило мне о ранних днях Рон де Роузи. Она подбежала, мы ее поздравили, и затем мы позвонили по фейстайму у Рон де Роузи. Угадай, кто выиграл. Это будет интересно, но пахнет катастрофой. Давай, дроба, Шелл. В этом карде выступал дядька по имени Шелл, ему 44 года. Да он лучше молодого выглядит. Давай, клади его, блин. Дэнни Шелл вообще-то впечатлил меня. Как минимум в начале поединка он выглядел лучше своего оппонента. Да, налетай на него. Ой, е-мое, что творит бешеный старик? Давай, Шелл. Ему 44, и он бился с 29-летним парнем, который рассек ему башку к чертям. Когда парень начал идти в атаку, пробивать хорошие локти, конец был близко. Все, заканчивай. Нужно отдать ему должное за то, что он решился выйти в эту клетку, но молодые, талантливые, быстрые парни правят этой игрой. Она не для стариков. Обалдеть, я познакомился с Пенни Хардвэем. Слушай, когда я учился в школе, он был вообще мировым мужиком. Ты живешь здесь, в Мемфисе? Да, я ведь родился здесь. А, здорово. Тебе стоит как-нибудь на наши бои на UFC заглянуть? Да, обязательно. В любое время, мужик. Все, рад знакомству. Давай, всего доброго, удачи. В одном поединке девчонка отлично закрывала болевые на ноги. Я думаю, если бы это было на тренировках, ее оппонентка бы по-любому сдавалась. Типа, окей, все, ты поймала меня. Слушай, мне нравится, как она работает снизу. Мне кажется, она может скрутить ей пятку. Видишь, на тренировке по джиу-джитсу она бы уже сдалась. В этом разница между джиу-джитсу и ММА. Да, на тренировке по джиу-джитсу она бы 100% постучала. Когда ты выходишь на болевой на ногу, но тут же его не финишируешь, тебе нужно использовать это, чтобы перевернуть оппонента и оказаться в позиции наверху. Забирай позицию сверху, черт подери. Я хочу показать пару движений этой девчонке, что проиграла. Что ты делаешь? Какой у тебя пояс в джиу-джитсу? У меня синий пояс. Это болевые, да? Тебе нравится ноги атаковать? Да. Пойдем в раздевалку, покажу тебе пару приемов. Смотри, в этой позиции я знаю, что тебе нравится закидывать ногу, но если я ее оставляю вот здесь, смотри, какой это мне дает контроль. Как только ты делаешь шаг, я просто толкаю свое колено в эту сторону. Сейчас ты по-прежнему можешь атаковать ногу, но если не сработает, ты можешь использовать это и оказаться в позиции сверху. Так ты хоть и не выиграешь бой, но может заберешь раунд. Я просто в шоке сейчас нахожусь. Это был первый раз, когда я получила совет или наставление от звезды UFC. Я буду монстром по полевым на ноги после того, что он мне показал. Бобби Моффета я знал уже давненько. Мои бойцы бились с ним и, между прочим, проигрывали ему. У этого парня хороший рекорд, большой опыт, он бился с сильными парнями с хорошими рекордами и по какой-то странной причине в этот раз он бился с парнем с рекордом 3-0. Пробил его. Вот тут все, конец, это конец. Все, поймал его. Полный мисс матч. Хорошая победа, чувак. Бобби Маффет вышел и показал, что у его оппонента рекорд 3-0. Я думаю поставить тебя в Contender Series. Окей. Сможешь скоро побиться? Да, конечно. Сможешь вернуться к концу сезона и опять побиться? Это где-то в конце июля, да? В конце июля? Да вроде в августе. В августе я готов. Да. Он уничтожил его в первом раунде. Так что, думаю, будет честно предоставить парню шанс в нашей программе Contender Series. Ни хрена себе, здорово. Ты что, его тренер, что ли? Да. Блин, нифига себе. Рад тебя видеть. На бумаге бой Джозефа Лэри и Зака Фирса. Это невероятно близкий поединок. Я ждал этого боя, потому что это новое поколение молодых бойцов. Они хороши во всех аспектах и на их счету хорошие победы. Я был заинтересован Лаури, но Фирс тоже очень жесткий парень. И у него тоже нехилый рекорд. Так что я подумал, что тот, кто выиграет этот поединок, получит шанс в Contender Series. Лучший мастерик от этого оверхэнда. Рано или поздно он его пропустит. Паренек хорош. О, да, этот глаз уже в мясо. Это был жесткий бой, но Лаури выглядел очень хорошо. Бой прошел 4 раунда. Лаури 3-1. Да, я так же думаю. Хороший бой, парень. И что думаешь? Поставим его в Contender Series. Надеюсь, он в порядке, не травмирован. А то это была война. Этим летом уже, что ли? Да, в этом сезоне. Серьезно? Я хочу, чтобы они закрыли мейн-эвентом. Паренек уже засветился в этом шоу, и затем будет Contender Series. Я думаю, это отличная возможность для него. Здорово, как вы? Отлично, все хорошо. Поздравляем с победой. Спасибо вам. Да, еще раз поздравляем. Ты мне только что забрызгал лицо потом своим, но ничего. Увидимся в Вегасе. Теперь я весь мокрый. Мемфис – это просто потрясающий город. Все, кто там не был, рекомендую. Грейсленд потрясающий. Улица Билл-стрит крутая. Очень вкусная еда. Би-3 устроили шикарный карт на отличной арене, и мы посмотрели яркие и интересные бои.